И молись и читай, отче нас, Пусть перед ним и читай, Да святится имя Твое, Да приятел и зарплежь Божьей, Да будет воля Твоя, И на земле, как на небе, Нет наш насущный, дай нам на сей день, И прости нам, Боги, нафиг, Отремен, прощаем, дай мне там, И не люби нас в воскресенье, Не избавь нас отмечавого, Ибо Твое есть царство, И силу слава Божьей, аминь. А кто такой лекарь, ты знаешь? Это дьявол, сатана. Слышал такое слово? А он, как ты думаешь, Кто такой сатана? Он был друг или враг? Враг. Так кто здесь берет? А ты хотел бы знать для себя, Чему он учил, Раз он такой хороший, А какой он хороший? А такой люди в полигоне согрешают. То есть делают плохие дела. А он учит, Как делать хорошие. И как потом войти в царство. Это не дешево. Это не дешево. Это не дешево. Не дешево. Это значит вечно. В интернете бывает? На. Вот у нас есть партнер. Вот здесь вот ты найдешь. Там есть видеоканал. Посвете в небе. И ты войдешь в этот видеоканал, И там напиши, Проискори. Православный лагерь стан. Лагерь дерево так, черточка, стан. И тебе откроются видеоролики, Как у нас дети в лагере живут, Когда у нас при этом приезжают дети. И как, чем мы там занимаемся в этом лагере. И ты там сон. Помогу тебе. Рабы Света, вот, глазу. Ну, не, почему все. Раб это тот, кто исполняет, Кто через не могу. Тогда тот раб. Что? Ну, раб или слуга. Какая разница? Рабы мы Света. И неправильно вы это делаете. Исполняет это само собой. Как само собой? Да почему Господь, Он свободу человеку дал. Он пришел, грехи взял и дал. Идите, говорит, по моим словам. Вот. Он говорит, покайтесь, И мы все в Евангелии. Да, да, да. Так кто не покаялся, Что все покаялись, что ли? А кто не покаялся, Вот какой раб? Он живет, как хочет, Полный горстью хватает. Кто не со мной, Это против меня. Ну, и другой уже разговор. Он и свободу выбора дал. Я просто к тому, Что это вот Раб и Ра, Это ну, Ни о чем не говорит. Вот Раб, Когда ты весь склонился Перед Господином своим, Это Раб. Мы склоняемся Перед Христом. А собственно... Потому что Он для нас многое сделал. Он из ничего, Во-первых, Бог нас сотворил, А потом Сына Своего Единородного Отдал на смерть крестную поносную, Чтобы Он умер ради нас, И чтобы мы имели вечную жизнь, Покаявшись, И приняв Его за хрюминь. Отец и Сыр и Святой Дух, Он единый в трех лицах. Ну, это... Три... Разные действия. Ипостаси, да. Да, ипостаси. Но Он один. Аминь. Это так. Вот, да. Это будет... Господь, Он, собственно говоря... А вот говорят Бога... Да Бога-то Ее никто не видел. Он все и себя исполняет. Совершенно верно. Вот. Вот я про это и говорю. Да, это верно. Светка-то есть Господь. Он все, все для нас, вот. И дело в том, что крест его нескольку показывает. Он в реке почему дал. А что Павел говорит, Вот, мы все первоперстные. Я первоперстный. Один род человек. Пошел, а тогда мы и делаем. Все. А где? Так я понимаю, говорит. А... Здравствуйте. Граждане, и сказать... Нет. Мы все перстные. Это не значит один перст. А перстные... Это значит... Первоперстный. Нет, нету слова первоперстный. Есть такое. Нету. Я нам не обещаю. Нет. Тут нет первоперстного. Нету слова первоперстного. Есть. Мы перстные. Перстные это значит земной, из праха. Из праха были. А теперь небесные. Адам перстный, написано. А теперь Иисус. небесный человек а было там песней место это от земли нет первых не петра старт от и азер 2 нет ни пик нет никто без на петлю пирт да не верили на перст это земля участвовать на или будет грязь это вот есть перст это перст ведь перст есть мы это салон салон какой 9 без есть мы это псалон сто сорок второй салон ибо перст есть мы говорим правильно вот единый человек как перст например один да не нет ничего капнули этого неправильно того я в том и вот почему я вы сами себе толковали лет 2 2 2 это человек небес вот он по месту и в преклонении и без или человеческий потому что господь взял наши грехи вот вот человек вот вот это и здесь а вот это это щепость это неправильно вот раньше вот поморы вот ну поморская вера но я понял да и выше на разобрать и выше на а почему он будет они и вышел чуть-чуть к новую вот вот и вот он все грехи даму нас вот и приклонение без 3 человек потому что он взял Ну понятно теперь все. Вот почему. А это вот это неправильно. Это Никон неправильно сделал. Я понял. Я вас понял. Так давайте тогда это, возьмите сначала переведите на русский язык себе Библию. Вы что так по всекому славянски же не разговариваете? Почему? Почему у меня Библия полностью на русском языке? Ну так, тогда читайте, что там написано. И возьмите толкование Злотауса. Не свое придумывайте. С перстами там один перстовой третий. Ничего никаких. Радоневский. Сергий Радоневский. Все они молились. Все они вот так молились. Никаких толкований на персты нету вообще. Запомните. Никаких толкований на... Сколько перстов нету. Забудьте эти персты. Выкиньте их вообще. Из головы лучше. И тогда вы вернетесь на перстов. А так это вы улетели куда-то. Ником, за ником и так далее. Это... Кого это волнует? Ником там какой-то? Что вы смыгнете? Нет, ну вера-то правильная была. Верам-то нормальная. Правильная. И что? Первое собрание было... Так она в перстах была вера, что ли? В всемирных. Нет, ну не в перстах же была вера. А почему Господь показал? Ну а как сам Христос крестился-то? Так. Вот он нам не показался. Да он никак не крестился. Нету ничего в крещении вообще. И не надо этого было. И даже больше хочу сказать. Он даже не сказал, что на кресте его растут. Он даже этого не сказал. Ну вот апостолам говорил, что он идет. Так, все, правильно. Так как он мог о перстах-то говорить? Вы еще апостолу Павлу скажите, что он там, это как сектанты говорят, не в правой руке, ложь в правой руке вашей. То, что там крестился апостол Павел. Нет, а почему Радониский крестился так, а мы по-другому? Ну это уже другой разговор. И то, что там натворил Никон, это уже... Он ответил и покаялся, возможно, и так далее, а может и не покаялся. Но дело даже не в этом. А в Ахун-то тоже не лучше был. Тоже в херсты уперся и все. А где весь народ-то остался? За бортом Евангелия. Нужно было Евангелие изучать, а вы в херстами уже вот сейчас. Да, перестань. Дело в том, что вот, которая без самодержимы, сильно мой духовник разговаривал, вот этот пешку, когда он задернулся, девушка молодая была, а когда он проникнулся, спросил, где он сейчас? Мы ведь с нами, мы с вами, мы с вами. Считаю, где ли она одна, не важно. Что это будет, не гадит, это не папа, не вангелие, оно одно. И где бы оно, это, я бы подсказал, это было очень много, это было очень много, это было очень много, это было очень много. Детям давайте читать. У нас есть трубославные глазки, я вот там уже много лет работаю, это 13 лет у меня уже там. А вот так же у нас халатили, сколько у нас снимают. У нас дети, у нас есть, мы очень много читать, стоит слово. Дети очень быстро понимают, располагаются. А сколько у вас стоит? Ну, в прежние годы, вот те, по 60-м, она была, на карте. Месяц. А куда вы возите? У них все положено. Мамы только в район, да и в шокусе, в сексуе салют, в поселок Улья, это сам у нас дарит. Он у нас степень. В цивилизации у нас там, а в цивилизации мы удалим. У нас там степь, все у нас продукты, мы часть отсюда берем, но в основном все, если усадить, сейчас у нас вот здесь. Дети сами у нас там упаживают, выращивают вместе с нами. Уходим мы, вторая половина у меня, у нас чаще всего бывает летом, это по ягодам, за грибами, вот так вот мы ходим сами. А бабушек туда берете? Ну, я бабушка. Нет, там так вот. Да, да. Ну, если у вас ребенок маленький, то у нас... С ребенком. Не маленький. А какой? Ну, сколько лет? До внучка. 6 лет, до 6 лет мы берем вместе с кем-то, со взрослыми. Нет, нет. На, по-своему, сейчас оходите. Да не, я имею в виду бабушек, кто берет, куда-то в ноги. А, мама, говорит, говорит, мы берем, мы берем, потому что, знаете, как, мы выясним, что это верующие, пока-сладкие. Помимо, все, все, вот написано. Начало Евангелия Иисуса Христа. Сына Божия, как написано у пророка Вот я посылаю ангела мою пред лицом Который приготовит путь твой пред тобою И вот 15 Возле же того, как предан был Иоанн Пришел Иисус Галилеев, проповедуя Евангелие Царствия Божия Это вечной жизни И говоря, что исполнилось время И приблизилось Царствие Божие Покайтесь и веруйте в Евангелие Вот это и есть Евангелие, благая весть Иисус Дарьевство Помоги Господи А пока Это Господь нам говорит Господь нам говорит Хотите взять Второзаконие пишут, что верность не богат женщин Да Ну это все правильно Но дело в том, что не всегда живая одежда идет Понимаете, вот вы можете в штанах этих Если вам нравится, то по юбке надо делать Все Ну то есть обязательно Помоги Господи Мы все снимаем Мы все подряд Так что не волнуйтесь Не переживайте Господь поможет Веруйте в Иисуса Христа Бесплатное Евангелие Наш сайт православный Бесплатное Глядите Крупный жиль Господь говорит Покайтесь и веруйся в Евангелие Веруйте, что здесь написано Иду в инстанции Бесплатное Евангелие Веруйте в Иисуса Христа Он дал наш спаситель Для вечности От грехов Люди тоже, наверное, что-то хотят Хорошего Ну, во всяком случае Один мужчина Сказал Что? Царство Небесное? Я хочу Я говорю, это здорово Не все же хотят сатану И ада Даже все с сатаной и адом Но хотят, чтобы там был покой Православная церковь Бесплатное Евангелие Покайтесь и веруйся в Евангелие Не убей, не ухрати А 9 заповедей блаженства Христа куда девать? Как не знаете? Православная церковь Нет, 9 заповедей блаженства Блаженны нищие Блаженны плачущие Куда это девать? Не взяли Ну, правильно Не взяли И? Взывки вообще не взяли Старину до 17-го года люди были Явно в таких книжках не читали И поэтому революция произошла Верно Они знали все Революцию Ничего они не знали Революция поэтому и произошла Ну, революцию сделали дворян Ленин, дворяне Все в детстве Дворяне Стоп, стоп, стоп Скажите В деревнях Палашцы Кто срывал? Ленин? Приходили красные комиссары Какие красные комиссары? Они брали своих же там Комбедры назывались Комитет бедноты И они же и срывали Комсомольца Ну, ты извините Если тебе есть Пить нечего Все сделаешь Мне вот дед это делал Ну, вот и правильно А нужно было прежде искать Царство небесное А Господь бы приложил Питье и дух Не молились Богу как истина И Господь просто Открыл все Последнее Понятно Конечно У нас, кстати Главным был верующий Который учился В семинарии Сталин А после этого Сталин что сделал? Знаете с вами? А какой он верующий? Чего он верующий был? Он был такой же Он был такой же Какие там экзамены У них такие же экзамены Как у И там же Православная церковь Тут пишет Да Главное Поглядите Как вы Тут пишет О Господь говорит Покайтесь и веруйте в Евангелие Да это Да Да Читайте Православная церковь Ради Бога Читайте Нужно трудиться Прочитать эту книгу И Испомнить Что здесь написано В церкви Воссламбур Это занятие По изучению Библии Вот Телефон Есть Наверное Вот здесь Ну Евангелие Я читал Библию Читал Ну Библия Евангелие Есть Вот так Есть Ну И как дальше Как трудитесь Теперь над своей душой Там же Вы поняли О чем говорится Да там Все понятно Там Отлично Там Евангелие У нас Это Благая Да Благая Есть Это О вечной Жизни Христос сказал Что Что мы будем Весь Служить Если Исполним То Что Бог Заполитовал Аминь Да Да Слова Христа Вот Это Здесь Слова Христа Поэтому Мы Приглашаем На занятия Чтобы Разбирать Как Исполнять Вот Почему Раб Божий Называется Раб Это Свет Раб Раб Это Ни для себя Женый Ни для себя Умираем Потому что Мы от света Пути его Неисповедимы Поэтому Раб Это Свет Это Зашвой Поэтому Называется Раб Божий Мы Голые Приходим В этот мир И голые Уходим Мы Не для себя Живем Умираем И самое главное Он сказал Всего Две Заповеди Основные Подлюбить Свет Меня Как Сруб Прошедшего С небес И Взявшим Наши Грюки И Всем сердцем Всем душой Всем разумением И Своей крепостью Своей крепостью И подобие его Мы носим Подобие его Своего Ближнего Это две основные Заповеди И даже И даже Если ты любишь Ближнего Ты уже любишь Бога Правильно? Да Правильно Но Не до конца Еще Помоги Господи Заходите Ну что Человек Говорил Сказал Молодец Чем Могу Сказать Ра Ра Это интересно Мы послушали Слово Божие Поэтому Я даже С радостью Вам даю Когда Человек Берет Безразличие Ну Папа Ему не Ухар А Еще Вы знаете Чтобы его Увидеть Надо Много Читать И В этом Послании Апостола Павла Кремлина 10 Глава 17 Истет Говорит Вера Отсвешена Да как Слышать Можно Все Я все Не слышу Духой А слышание От Слова Божия То есть Надо упражняться Всегда В Слове Божьем И когда Только будете Упражняться То есть Читать И тогда И будет У вас Открываться Слышание И тогда Будет Открываться Знание А ко мне Знание Я вам Скажу Я впервые Встретилась Вот в 9 Главе Я читала 9 главу Евангелия От Матвея И здесь Есть история О кровоточении И я когда Читала Думаю Евангелие От Матвея 9 главу И там Когда Кровоточил И вот Я Я Я Семь И когда Я это Читала И вдруг Она Когда Прикасается Его Обезья И Из него И сейчас Он потерял Силу А она Почувствовала Что Источник Болезнь У нее И И И Она И Тогда Он Повернулся И Что Коснулся И Говорит Дерзай Черт Вера Твоя Спасла Тебя И Когда Я услышала Эти слова Дерзай Черт Они Во мне Внутри Прозвучали Я Очень Говорит Это Господь Христос Меня Называй Дерзай Я Поконю Так Открылся У вас Сердце Господь И Умерчит Его И Дерзай Вот Таким Клотями Болеет Но Тогда Вы Сядьте Рядом С Нем Почувствовала Всего Бога Бога Очищаю Очищаю Поможем Новый Завет Новый Завет Деяния Апостола Послания Апостола Я вот такая вот 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 Почитаю Поповерим Господи Православная Церковь Бесплатная Евангелие Веруйте Иисуса Христа И вся печаль ухоет У вас в сердце Потому что Спереди Тракт Бесплатная Евангелие Бесплатная Евангелие Грустная такая Бесплатная Евангелие Крупныши Садь Погоди Пожалуйста Участвуйте В спасении своей души Помоги вам Господу Бесплатная Евангелие Бесплатная Евангелие А то что не в юбке То что знаете И в сережках тоже Надо убрать сережки Иногда Гриша нет Возьмите Это сайт Вам поможет Это очень Ну посмотрим Поможет Поможет Не похожа Не похожа Не похожа Да? Не похожа Да? Понятно Возьмите Возьмите